Купить, что посоветуешь. Если в целях приобрести что-либо и при условии диалога максимум минут 10, окей. Но я вот повторюсь, продублирую историю, которую я рассказывала еще час назад. Вот буквально недавно ко мне пришел чувак. Он пришел ко мне что-то купить. Он, конечно, безусловно, купил. Но он простоял со мной на работе 4 часа. 4, мать его, часа. Я не могла ни сходить, ни поесть, ни попесить, ничего. Это во-первых. Во-вторых, я очень сильно сбивалась. Человек не понимал, что я намекаю на то, чтобы он уже ушел. Потому что я действительно перестала ориентироваться уже в работе своей. Я потеряла чек один. Я забыла, что мне нужно было вбить в базу. Я забыла позицию, которую я продала, которую сразу не внесла. Почему не внесла? Потому что человек мне что-то рассказывал. Из вежливости я сидела, блядь, слушала. Ну, то есть нельзя так делать. Человек все же сидит, работает. Он занят своим делом. Вот. Нельзя его отвлекать. Какую же же порекомендуешь? Infinity 88, генетик код в коробке. Глич, утопия, edition 1, edition 1, XO, Sunstrike тоже неплохая. Почему все говорят, что тяжело устроиться вейп-шоп? Я не знаю, почему так говорят. Вейп-шоп устроиться не тяжело. Хотя все относительно. Кому-то и математика дается легко, а кому-то тяжело. Сама суть. Ты должен уметь коммуницировать с людьми. У тебя должна быть неплохая речь. Ты должен уметь заинтересовать и знать товар. Видите ли, что думают о работе? Я не знаю. Почему так? Это я читала. Будет необязательно. Дико, извиняюсь. Да ладно. Ну, просто я на будущее. Я почти 2500... 456... 456 в месяц получаю. Поэтому вообще ЗП там норм. Я безумно за тебя рада. Я не сильно разговорчивый. Откуда я из Минска? Обсудим вопросы по бизнесу. Да можно купить, что посоветуешь. Как дела, девушка? Повтори. Повтори, блядь. Сколько тебе лет? Мне 19. Ладно, я просто под стаканом. Прошу прощения. Все хорошо. XROS норм. Там сверху был стрим. Он для националистов. О, у них такая слабая сторона просто. В каком плане? А кому-то нужно коммуницировать у тебя жертва получается. Что? По-братски перефразируй то, что ты сказал. Переформулируй. Потому что ты написал, что это максимально сильно непонятное. А кому-то нужно коммуницировать. У тебя жертва получается. У тебя должно быть желание, это самое важное. Нет, желание это не самое. Хотя, ладно, это факт. Если у тебя есть желание, то ты навыки нужные наберешь. Да, вкус мне достаточно. Два часа ночи. Я, походу, часа два-три на стриме сижу. Жесть. Такая я стримерша. Без матов не сказать. Хорошо. Если тебе будет комфортнее, я могу вести свою... Точнее, коммуницировать, разговаривать. Без единого мата. Не используя ни одного матерного, некрасивого, плохого слова. Если тебе будет так комфортнее. Договорились? Уже 300 долларов появилось. У меня? Три тяжечки за семью, молодой. Да. Это попуститься. Проголодалась безумно. Да, спать я, правда, хочу. Но я еще посижу. Привет, Минск. Куда и подъехать? С коньяком и букетом роз. К маме, я не знаю. Сандер, норм, но неплохо. Топ за свои бабки, я бы сказала. Вы очень красивые. Мне безумно приятно. Спасибо большое. Я уверена, что вы тоже. 16 тысяч лайков. Спасибо вам. Люблю вас. Сладеньких снов. И сделать розовые. Блин, мне так нравится. А так по-девичьи. Но бус для него слишком сладкий. Что самое забавное, мой знакомый, который гонялся. Пульс Ио. Так, Сандер нахваливал. Но бус для него слишком сладкий. Хоть кто-то меня любит. Бля. Миллионеры подъехали, которые уже денежку предлагают. Потрясающе, замечательно. Я тоже их отключила. Привет из Юрмовой. Привет. Спасибо. Мне безумно приятно за ваши подписки. 500 евро мне на карту можно кинуть. Мне тоже. Но если это просто так. Просто так. По приколу. Что за... За что интересно предложил? Откуда же я знаю? Просто пришел. Пришел. Говорит, интересует. Оно-то, конечно, интересует. Но пошел. Куда-нибудь туда. Я пообещала не материться к человеку, которому было неприятно слышать мат. Теперь с нами. Ой, был прикольно какой-то ник очень большой. Просто из символов. Спасибо. Мне безумно приятно видеть ваши лайки и подписки. Мне очень-очень нравится. Я уже устав. Правда. Сейчас я опять. Я тут. Завтра вармуху. Держись, брат. Это тоже часть русской речи. Я понимаю. Я, кстати, не хотела бы много материться. Я тут просто получила разный спектр. Ну, большой спектр эмоций, точнее. Вот. Вот.